Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Дима, спасибо огромное! Ребятки, смотрим и слушаем нашего Слава КПСС. Поехали, друзья! Отдыхать будем, слушать. Мысли интересные, да? Почка косяков в моем кармане Заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Почка косяков в моем... Ну, ребят, мы осуждаем за причинные вещества и все, что там связано. Мы за здоровый образ жизни. Это трек, ребятки. Кто у нас был трек? Как звали молодого человека песню? Ну, может быть, это лизер. Да, лизер. А может быть, мы ошибаемся? Нет, а почему? Ну, просто мне интересно, да? По-моему, вот и лизер была тоже такая песня, да? Ну, сейчас будет Слава ее переделывать, этот трек. Да? Давай. Я в кармане заставляю жить меня. Полос красивый, да? Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? День прожит, и все займет, как бега ждет. Ребятки, я вот слушаю его, да? У меня так настроение поднимается. Вы не представляете, у меня что-то внутри вот так. Вот что-то такое вот сварить. Я не знаю, что это такое. Вот Слава КПСС так вот на меня влияет. Я не знаю, почему, ребята. Ты его фаворитик, да? Наверное. Я не знаю, почему. Вот сейчас услышала я его голос, да? Вначале девочка пела, да? Девочка помогла. А когда девочка пела, по-фигу было, да? Нормально было, красиво. И тут вот Слава КПСС. Я, знаешь, от него что-то такое жду невероятного. Ты понимаешь? Понимаю. И, может, поэтому мне как-то вот хочется услышать. В предвкушении. Ну, тихо. Как алкаши сидим, считаем гроши. Прошлое грезёт, как хорёк. Яркий уголёк. Как горал на свечке мотылёк. Бел Могилёв. До утра тревога не отпустит. Милый, не надейся. Это не любовь, чтобы так быстро села батарейка. Я не тело-трейка. Чтобы обеспечивать тепло. Пьяным до метро. Пока играет в бульвар до поп. Очка косяков на столе. И ты вновь прогуляешь универс, чтобы пойти на ЛПМ. Пара насекомых, зажатых между стеклом и рамой. Каждый наш шажок отбернётся кроватой чаще раной. Рыбами об лёд. Бьёмся в калубу и план небес. А могли базара без Парижа кушать бы я без. Но мне до калитки выйти и то не хочется. Крутится волчок и хочет выйти от одиночества. Очка косяков в моём кармане. Заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Пачка косяков в моём кармане. Заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Ну, вы знаете, ребята, замечательный трек, да? Замечательный трек. Ребята, настроение бывает разное у людей. Бывают такие вот моменты, вот, ну ничего не понятно, ничего не интересно. Ничего не охота. Не знаешь, чем заняться. Что сделать, ребят? Бывает такое, но оно проходит, ребят. Поэтому, ребят, звоните к своим родным. Маме, папе, брату, сестре, близкому человеку. Бабушке, дедушке. Бабушке, дедушке. Просто скажите. Мам, что-то её настроения нету. Пап, что там у тебя? А они тебе скажут, хорошо живёшь, ничего не делаешь. Да, они скажут, займись с делом. Посуду помой. Нет, всё равно, нет. Слова мамы, сестры, брата, там всё равно это. Это, ребят, большую роль играет. Не у всех такие мамы, которые скажут, займись с делом. Тебе делать нечего, что ли? Если другие мамы... А, кстати, если мать такая, действительно, то тогда вряд ли звонить будет. Кто-то своей маме, если она такие вещи скажет, знаешь. А есть такие мамы, скажут, сынок, да всё нормально, сынок. А если мама другого плана, человек, тогда кому звонить? Ну, если она не позвонит. Ну, тогда куда звонить-то предлагаешь? Папе. Так ты считал, хуже ситуации может быть. Брат, сестра, бабушка, дедушка. Всё равно кто-то есть другой. Или друзья. Или друзья. Шикарный трек, ребят. Мне очень понравился. Слушаем дальше, друзья. Нет, ну я хочу сказать, там часть славы, да? Немножко депрессивно окрашенное, опять-таки, настроение такое, да? Да, да, да. Но он же не всегда может такие, знаешь... Ну, он говорит то, что он чувствует. То есть это тоже он испытывал. Да, конечно. Это его мысли. Слушаем следующий трек. Классная музыка такая, да? Ребята, вот какое начало, да? Вот эту музыку даже слушаешь, да? И примерно думаешь, да? Вот о чём ты говоришь. Я представила в деревне мужчину с гармушкой, сидящего на скамейке. Вот сейчас. Немного под алкоголем. Почему? Мне кажется, это гармушка была или баян. Нет, ты чего? Какого баян? Нет. Ты вообще какой-то баян. А ты что представила? Ну ты не музыкант, конечно, ты не знаешь. Сейчас вначале вообще-то была такая музыка. Всё равно энергетика идёт вот эта вода. Да, лето. Лето, деревня. Мне кажется, так. Замутый название. Раньше всё от угара подстречал чердак. Теперь чёрт ноги, денежный контракт. Или утро на пахмелах. Няшный, как Маш, милаш. Слава, ну в кого ты такого родился, а? Да он и сам не знает. Ну как он такой мальчик, да, уродился? А представляешь, если он в своего отца пошёл? Какой он молодец. Он же с ним вроде не общается. Не знаю. Так он классно читает, да. Голос такой. Вот у него всё так классно получается, да. Вот скажи. Слушай, пусть и стал душным, да. Не выдал шоу для приматов. Расхуярю себе молотком. Ебальник, как вам ногу падала. Ебать вас рост, не доверяя никому. Если бы я имел семью, то я убил бы за семью. Но за замками, за семью. Моя душенька тупо рылая. Настоялась водочка на камушках могильных. Корочкой у хлеба на окне завязан. Вызову по пяне пиковую даму. Амальгама. Духая с чувством испарения. Ртути, мама, извини. Но твой сынулька, ебану, ты обожает. Когда мутит от хуёва потыльно. Если я опять сорву, не прострелите мне колено. Мне нахуй это не надо. Надо и только это. Мне вакуум сжимает жабры. Мне жаль себе человека. Но похуй идёт. Вот как думаешь? Всё равно такие треки. Здесь же всё равно какое-то переживание. В этом треке. Неужели у него всё это внутри есть постоянно? Неужели он депрессивный человек? Здесь же всё равно трек такой. Первый трек и второй. Он как-то немножко депрессивный. Какой-то нервный. Какой-то переживательный. Что-то внутри его мучает. Скажи. Почему? Неужели он такой? Неужели так у него в жизни? ну почему так а я не знаю не может такое быть что вы все треки вот такие понимаешь но мы-то с тобой сотни треков переслушали есть они вели веселые все равно в этих треков у него что-то вот есть грустиночка да это хочешь сказать вот он ледник великий курить твоей парадки от снега мокрый сидит тиху ломаем вещи спокойно как граната в мире идеалистов материя виновата во всем детерминируем до кончиков ногтей после похорон родителей засвалим на детей до шипит дурная бесконечность если клоун выйдет плохо назову его дурак если кукла это кукла то давайте ее трахать если ляжем с тобой спать то умоляю навсегда не проснуться в погоне за солнечным зайчиком неважно за каким погнаться но ларчик открывался просто отказаться от борьбы брюхом вверх плыть наблюдая пузыри быть болезненным опыт засел за носами и какими бы не были толстокожими надо идти дальше в эту плащ не верю я с каждым новым шагом киваются сильнее занозы засел за носами и какими бы не вылетал с такожими надо идти дальше в эту плащ не верю я с каждым новым шагом киваются сильнее это ситуация такая когда мы не извлекаем опыт когда с нами что-то происходит а опыт мы не извлекаем и это бесконечно повторяется ты кстати веришь в это на что что вот все дается для опыта пока ты значит свой опыт не пройдешь тебе эта ситуация будет даваться ты веришь в это я вообще в это не верю я верю почему ты такая не веришь не веришь я не верю вообще в это каждый дается человеку для того чтобы он прошел если не получится просто опыт набрался понимаешь да что за бред зачем человеку набираться какого-то мерзкого опыта если он не хочет у должен тогда просто максимально обойти эту ситуацию и не участвовать но тогда он должен все равно по опыту он должен обойти и и уже ведь не знает он наш эту ситуацию войдет в неё когда у него будет уже опыт но на его обойдет ты понимаешь не знаю я не знаю нет 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 я не согласна когда например есть возможность избежать какого-то опыта которые тебе не нравятся, ты должен избегать всеми возможными способами. А ты же не знаешь, какой опыт будет. Ты можешь туда войти. Когда ты просто почувствуешь, поймёшь, что это не нужно тебе. Нет, нет, нет. Ну, я тебе и говорю, я тебе говорю, не надо вот это. Тебе опыт, вот тебе надо прожить этот опыт. Ну, что за бред? Почему мы должны какой-то опыт прожить, который нам не нравится? Не знаю, не могу сказать. Совет такой, максимально избегать неприятных ситуаций, не выходить из зоны комфорта. Ну, так, да. Ты права тоже. Как это я права? Все же говорят, что надо выйти из зоны комфорта. И опыт новый приобрести. Как ты думаешь, надо выходить из зоны комфорта или нет? Не знаю. Надо выходить из зоны комфорта или нет? Я бы тоже не выходила из зоны комфорта. А сейчас психологи говорят, что это бред собачий, выйти из зоны комфорта. Не надо никуда выходить. Создать себе комфортную зону и не выходить из них. Мне кажется, никто не будет выходить. Нет, очень много наслушались, и всё, они стараются выходить, и себе ломать психику, себя просто разрушают они делают то, что им не свойственно а если это надо сделать? ну если надо, то пойдешь пойдет человек и будет делать дальше давай что, закончился трек? ребятушки, следующий трек интересно вот, да, ребята? музыку слушайте что вот об этой музыке скажешь? какая-то бесконечность как будто, да? и КПСС на ракете лезет в космосе нет, это бесконечность бесконечность музыка 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 человек без кожи любое касание причиняет боль просто пройди мимо, просто не здоровайся со мной и не спрашивай, что под бинтами зачем океану нужны крыльки мента наверное, чтобы он точил рыбку под пивом у меня врожденная неспособность быть счастливым я испорчу все, чтобы ты мог написать проиграл с подливой ты разочарованно смотришь на того, кого называла любимой шелухарь из тих разговорчиков смешаешься с вонючим дымом из немытого бончика я говорю себе, деградируй может так это скорее окончится и не приходится рассчитывать на память, как у япончика кто бы не был рядом, я чувствую, что пуповина обрезана я не смешной, я жалкий, как Сергей Мезенцев человек без кожи не вылежит все равно, видишь, он опять депрессивный трек ну почему? мне что-то как-то грустно за него неужели это у него действительно так, это какой год? пять лет назад, можешь не переживать уже все настроение поменялось да, да я тот парень, которого исцелил Христос но он так и не стал с инвалидной коляски просыпаюсь ночью от боли в груди вспоминаю, как грубил в детстве заплывать за буйки а теперь так пугает отсутствие горизонта вечное возвращение давит как накидутая на шею корона и прямо сейчас умирает кто-то да и пусть умирает, как говорится, кобыла с воздух об одном прошу на поминках не доедайте салат, не можно вдруг там и правда есть что-то человек без кожи твой поцелуй как быточные инструменты как паразиты вдутри уретры как китайская гильотина, которая на мне загринела размытая береговая линия и я иду по следам лунных хакишков придумывая себе все новые страдания и шлюк у плета, как на деревне бабушки да бери меня отсюда, разрая! ну у него это все из детства идет и вот ребята, которые сейчас слушают это они должны понимать, что если они своих детей будут как бы бросать, да? ведь все равно, ведь кто-то смотрит какой-нибудь молодой человек, например будет смотреть это видео у него так получится, что он, например, со своей девушкой он, например, расстанется, да? ну разведется и ребенок останется если он своему ребенку не обеспечит нормальное психологическое состояние не будет с ним общаться, да? он будет испытывать то же самое, что у славы КПСС если даже вот они не расходятся, да? никогда не надо забывать своего дорогого, любимого ребенка, да? свою частичку, да? ну вот родители КПСС, видишь, как они не очень благополучная семья и поэтому такие треки скорее всего отсюда все равно так или иначе он черпает такое антивдохновение здесь же такое, что мы кто-то словесно воспроизводим и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное личное переживание вы понимаете, что такое живое, что такое мертвое? то, оттуда вы понимаете, что мертвое не коммерческое и после того, как он выбрал оно свое участвует в нашей жизни что мы не в этом участвует ты в за здоровье мертвых братанов в культуре передачи городов это психоз будто квартирки Каня никто не скажет тебе, Ким, хватит не насрать на респект, не насрать на монетки в кармане на что мне не похуй, да хоев он знает пришли в этот мир голышом и на мне принадлежит даже те вас дадим, я убил за свое но тут нет ничего моего, даже вред но я в критике, я прослез бы с пальца пищевки людей нашел и забыл про Эльбате не вспомни в самом себе был и царь и плебе а теперь я блядюсь под корями как гов, блин сам себе господин тогда умрут все, кого я знаю когда в своей квартирке останусь один только тогда родная, я останусь счастлива новый русский классик, но единственный труп не придет конечно, человек каждый человек, да, любит все равно уединение, да когда я один остался в своей квартирке вот он говорит, дома у себя, да он отдыхает, наверное, действительно он умысленно отдыхает, да человек должен все равно уединяться, мне кажется, да ну не все ну большинство, наверное, любят там посмотреть то, что им нравится, чтобы им никто не мешал а если, например, они в одной комнате живут в квартире? как они живут? со своей девушкой? ну нет, у КПСС нет он не об этом же речь идет а с кем-то он в одной комнатной квартире жить бы не смог наверняка интересно, ты знаешь, если... ему нужно личное пространство я себя вот на мысли ловлю мне интересно услышать, ты представляешь? и каждый альбом по-разному каждый альбом разный ну вот это серьезный очень альбом я даже не ожидала от КПСС настолько серьезного альбома да, прям вот такой, знаешь то есть, прям показывает да, да, да и переживания, да? угу напоминьте, ведь как ни крути, но мешок травы не умеет ходить, или даже мысли, чай чё ты, блядь, не скажешь слишком депрессивно чё у меня стряслось, приключилось, да со мной жить в России это тебе маточна если в собаке так, в борьбе сдохло я играю, но не верю и всё общение с людьми для меня как передача окна любви и дружбы, свобода воли выбери сам разве прекрасно поливай её кровью отдашь её всю и раз и всё прекрасно то тебе не увидеть, то тебе не узнать то тебе не услышать, то тебе и насрать не всё живо, что кажется живым многое из того, что мы струбуем что мы думаем и что мы делаем, всё ой какие, да, мысли ему понравился трек очень такой он грустный, да ну и грустный всё равно, мне это жалко его жалко мне его, если у него такие мысли ну вот он рассказывает, да, что ему важно отдыхать от людей, да ни с кем не общаться, когда ему это не хочется иметь личное пространство давайте, ребятки, следующий трек я не хотел быть человеком не просил меня рожать, растить под ультрафиолетом мое тело, а тут цветущая, каша гнетущая без человеков и молекул, возможно, лесущая тогда я здесь за лишнюю тридцатку путин, мужик, талой царя, освободите хаски информация во вне, как пчелиный рой милая, простите, но от меня, вы черви вы мной, знаешь, пара кварков сообщается на практике, даже если они сейчас в разных частях галактики давай играть в челюски ну вот здесь у него совсем нет никаких даже намёков на шутку, да обычно у него всегда в каждом треке есть, ну, намёк на какой-то прикол да, здесь совсем этого нет и супер грустные треки, да и страшные даже треки где-то грустные во льдах Арктики а капитал спустили на цветные календарь в космос веришь, что бесточка дойдёт но, если честно, похуй сколько тут сушек изувеченных за солнцем очередь из прото-человечной пара покалеченных клоунов в этой сценке мы нашли тут друга, мы товары по оценке цепка держим все за милые каспелики я больше не единственным на земле 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 я не хотят этот человек я больше не единственным на земле я больше не единственным на земле ты знаешь, я вот если бы увидела сейчас Славу КПСС я бы вот, один вакуум задала ему Слава, у тебя всё хорошо, вот, просто в жизни ты знаешь, что это... я переживаю за него, почему-то не знаю я я надеюсь, что это всё просто треки, надеюсь Ну, у него что-то есть все равно, вот в душе у него, вот есть все равно что-то, мне кажется, грусть, грусть какая-то, понимаешь, недосказанность, да, ну, не может человек писать такие треки, если ему хорошо, не может, это же все прочувствовать надо, понимаешь, он уже прочувствует, он прочувствовал и писал, значит, это было у него когда-то. Замечательный исполнитель, обожаю его, Слава КПСС, обожаю, спасибо большое заказчику, спасибо большое, вот я уже открылся, Слава КПСС, мне уже с другой стороны. Да, я тоже не знала, что у него есть такие треки. Я разные стороны его слышала, да, а это уже другая сторона немножко, понимаешь. Мы привыкли к иронии, да, к постиронии, к черному юмору где-то, а здесь действительно грустные треки. Спасибо большое, заказчик, Слава КПСС, тебе респект огромный, пиши, радуй нас, пусть у тебя все хорошо будет, пусть у тебя треки пишутся, тексты сочиняются, биты получаются, голос шикарный, музыка классная, все понравилось, насладилась по полной программе. Ты насладилась? Конечно. Да, мы насладились по полной программе. Вся музыкальная семья насладилась. Да, у нас семья большая. Музыкальная семья – это те, кто смотрит реакции на Славу КПСС. Да, на Славу КПСС. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие. Музыкальная семья – это те, кто смотрит реакции на Славу КПС.